Прямой эфир 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 Такие пионеры самых жестких мер в Евросоюзе, а что же у нас? Оль, когда я готовился к эфиру, посмотрел новости, связанные с призывом не вакцинироваться. Оказывается, есть уже в России такая мера, там можно получить до трех лет лишения свободы. Но в отличие от европейских стран, отметим, что эти меры не касаются людей, которые не привиты пока. Пока только санкции с кагитатором, и в Красноярском крае, слава богу, все с этим спокойно. 37 случаев по всей России, 18 в Карелии. Видимо, там какое-то жесткое управление территориальное, Росздравнадзора. Поэтому, оказывается, вот это ведомство у нас регулирует тему. Хотя, если взять красноярский инстаграм, мне кажется, потенциальные штрафники, уголовники уже там есть. Там много таких агитаторов-антиваксеров? Ну, конечно, то есть общество же разделилось, поэтому есть кто призывает, есть кто, наоборот, говорят о том, что это там невероятная жижа, давайте все вместе держаться и там, не дай бог, нам чипироваться. Ну вот удивительно, что... А, кстати, напомню нашим зрителям, что мы ваших звонков, в том числе, в наш эфир ждем. Хотим услышать ваше мнение. Возможно ли у нас такие штрафы? Как вы вообще относитесь к таким санкциями, если мы хотим добиться всей одной цели и получить, ну, тот самый коллективный иммунитет, о котором все говорят, то, может быть, имеет смысл всем быстро привиться. Итак, звоните к нам в прямой эфир по телефону 200-00-65. Комментарии ждем на страничке в ВКонтакте, либо присылайте сообщение в WhatsApp и Viber на номер 8-933-320-75-45. Ты знаешь, самое главное в этом вопросе, мне кажется, что в России система штрафов, она никоим образом не будет действовать. Ну, во-первых, общество добровольное эту вакцинацию воспринимает достаточно в штыки. Слушай, ну ты представляешь, у нас штраф, какой он вообще может быть, какой суммы, если 7200 евро, это и для европейцев очень приличная сумма, это больше средняя зарплата, насколько я понимаю. Я думаю, что это сделано для того, чтобы европейцы, они более, мне кажется, законопослушные товарищи, просто для того, чтобы закончить вот с этими 30% непривитыми, чтобы там было 90-95% в Австрии. У нас, мне кажется, система штрафов точно не заработает, но это реально вызовет, ну, крайне негативную реакцию. Даже вот уже я там листал нашу группу ВКонтакте. Вот узнаем сейчас у нашего человека в Австрии, как же там все действительно происходит. Взгляд изнутри на связи Илья Баскаков из Австрии, который работает учителем русского языка. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Илья, скажите, как вообще чувствуется какое-то ужесточение или планируемое ужесточение антиковидных мер? Что сейчас там происходит? Чем осложнена ваша жизнь, скажем так? Ну, вот знаете, на этой неделе началась последняя неделя локдауна. В Австрии он длится примерно до конца этой недели, до воскресенья, до выходных. Ну, вот я сейчас нахожусь в центре города Инсбрук. Вот если за моей спиной видно, это самая центральная площадь. Ну, я вот не скажу, что людей здесь нету. Ну, напротив меня главные достопримечательности люди есть. Ну, во-первых, локдаун в Австрии в этот, честно говоря, уже устали абсолютно все. И сами люди устали, и правоохранительные органы устали. Честно говоря, никто никого особо не дергает и особо не проверяет. Ну, и официально разрешено гулять. Наверное, этим все и пользуются, но никогда не видел, чтобы полицейские, как в моем городе, так вот тут и по Австрии, чтобы полицейские подходили и кого-то спрашивали, на каком основании люди находятся сейчас на улице. А куда нельзя попасть людям без QR-кода? Ну, без QR-кода нельзя попасть вообще никуда, получается. Сейчас, в данный момент, закрыты все кафе, рестораны, вся гастрономия. Открыты магазины, магазины продуктов, магазины бытовой химии. И работают на вынос всякие дюнерные, кебабные, макдональдсы. Это все работает на вынос. Магазины, которые непродуктовые, например, вещи. Это все закрыто. Также закрыты и рождественские ярмарки. Чаще всего сейчас уже декабрь. В декабре, с конца ноября начинаются в Австрии рождественские ярмарки. Все рождественские ярмарки, они закрыты. До ковида, до локдауна рождественские ярмарки были открыты. Но если ты что-то хочешь там купить, то тебе нужно показать QR-код, даже несмотря на то, что это на улице. Илья, а как вы и ваши знакомые в Австрии расценивают возможное введение штрафа в стране в 3600 евро? Ну, я и мои знакомые, мы расцениваем... Видите, пока еще сложно сказать, потому что только сегодня опубликовали законопроект. Насколько он претерпит изменения, это покажет время. Потому что в законопроекте, который сегодня опубликован, это только законопроект. То есть это еще не принято, это еще будет обсуждаться, потому что законопроект вносит правящая коалиция. Непривитые люди должны будут платить до 600 евро раз в три месяца, соответственно, 2400 евро в год. И если они будут уклоняться от этого платежа, то эта сумма составит 3600. В основном процентов 70 где-то австрийцев уже привито. Но в законопроекте есть обязательная норма, что должны быть привиты все граждане и жители Австрии от 14 лет. То есть подростки и школьники в эту категорию тоже попадают. Есть ограничения, не прививать беременных людей с какими-то ограничениями по здоровью. Но вот сейчас этот законопроект должен сначала быть одобрен в конституционной комиссии, насколько он нарушает конституцию и права, ну и затем пройти премию в двухпалатном парламенте. Скажите, Илья, а вот эти акции протеста антиваксеров, они насколько действенны, насколько там вообще к подобным акциям прислушиваются те, кто принимает решения, люди в правительстве? Знаете, мне кажется, что акции протеста запретить невозможно, потому что есть некая все-таки свобода, у людей есть право собираться. Хотя я не знаю, все-таки пандемия и локдаун. Другой вопрос, что я очень сильно сомневаюсь, что к ним прислушивается правящая коалиция. Но в Австрии с сегодняшнего дня новый канцлер, это бывший министр внутренних дел. Соответственно, не прислушивались до этого, она вряд ли будет прислушиваться сейчас. И если правящая коалиция, законопроект, носит у правящей коалиции, логично, что большинство в парламенте, ну, соответственно, она его и примет. Акции протеста проходили в Вене на этой неделе. В других городах Вене была самая массовая. Ну, пока никакой реакции нету. И в основном все руководство страны призывает граждан вакцинироваться. Скажите, а у вас есть вообще объяснение, почему именно в Австрии самые жесткие меры планируются? Нет, объяснений нету. Мы немножко сами были удивлены такому предложению, что Австрия первая страна в Евросоюзе, которая хочет ввести обязательную вакцинацию. Сейчас об этом говорит уже в Еврокомиссии. И я думаю, что такая дискуссия будет вестись теперь на уровне всего Евросоюза о необходимости обязательной вакцинации. Ну, это, конечно, мы посмотрим. Но мы сами были немножко удивлены, что в этом плане мы оказались на передовой. Ну, тем не менее, вот ситуация такая. Спасибо большое, напомню, зрителям. Илья Баскаков из Австрии, город Инсбрук, был у нас на связи в прямом эфире. Ну, вот увидели мы, как у них в Европе. Мы очень часто в жизни ориентируемся на Европу, как на образец. И говорим, что у них вот так придумали, и это всегда лучше, чем у нас. Ну, Австрия, да, обкатывает условно вот эти непомерные штрафы на фоне Евросоюза. А у нас Татарстан обкатывает QR-коды в общественном транспорте для всей России. Мне кажется, вот что-то вот, какие-то параллели такие можно провести. Хотя, честно говоря, мне удивительно, учитывая, как быстро стала расти заболеваемость в Европе, вот с учетом нового штамма вируса. Хотя у них, казалось бы, привитых гораздо больше, чем у нас. У них уже были полные стадионы, и мероприятия шли, и у нас-то до сих пор там очень много ограничений. Ну что же, все, что вы думаете по этому поводу, готовы выслушать ваше мнение в прямом эфире. Звоните нам по телефону 200-00-65, сейчас прервемся на две минуты, не переключайтесь. Прямой эфир Добрый вечер, это программа «Прямой эфир». Мы продолжаем обсуждать меры воздействия на противников вакцинации у нас и за рубежом. Приглашаем вас присоединиться к нашему эфиру. Звоните нам по номеру 200-00-65. Можно оставлять комментарии на нашей страничке ВКонтакте или присылать сообщение в WhatsApp и Viber на номер 8-933-320-75-45. Напомню, что самые жесткие меры планируют ввести в Австрии, где гигантские штрафы хотят применить к тем, кто отказывается от прививки. То есть речь уже идет о введении обязательно вакцинации. На пути к этому и правительство Германии, в Греции тоже меры воздействия финансовые, на противников вакцинации тоже хотят внедрить. Ну а у нас пока могут наказать только тех, кто активно призывает в соцсетях, например, или где-то в источниках массовой информации не вакцинироваться. Не вакцинироваться. На сегодняшний день в Красноярском крае, я повторю, их пока нет. 37 случаев на конец ноября зафиксировано в России, 18 из них в Карелии, Петербург, Москва и центральная часть России. Я вообще, если честно, даже не знал, что это все регулирует Росздравнадзор. То есть в информационном поле Красноярска вот эта структура, на мой взгляд, вообще никак не представлена на сегодняшний день. Меняйте, мы уже с тобой обсуждали это вот перед эфиром, поражает, да, вот эта вот непримиримость людей, которые против вакцинации. Они готовы верить в какие-то самые фантастические версии, что эта вакцинация, она опасна и так далее, но почему-то отказываются верить в то, что в этом может быть спасение жизни элементарно. Ну не только своих, между прочим, а своих близких и своих родственников. У нас на связи заместитель главного врача Красноярской краевой больницы Артем Архипов. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Артем, скажите, пожалуйста, насколько это может быть действенная мера и насколько она улучшит процесс вакцинации? Как вы думаете, если у нас бы ввели штрафы или еще какие-то меры воздействия, как и в Европе планируют? Ну, насколько я осведомлен, в Европе применяют сейчас большие штрафы для тех, кто выявлен невакцинированными, когда имеют свободный доступ к вакцинации. Я думаю, у нас хорошо бы, наверное, зарекомендовали подобные воздействия на население, которое против прививки. однако больше, наверное, в том виде, когда пациенту необходимо будет платить за свое лечение, если он не вакцинирован, причем не имея какие-то объективные причины не вакцинироваться. Потому что зачастую очень многие как раз-таки пациенты, которые не вакцинировались, которые пропагандировали то, что это совсем порочный путь, да, и делать этого не нужно, когда попадают в больницу, они очень быстро меняют свое мнение, очень быстро говорят, что действительно вот это все по-настоящему, что коронавирус существует, что все тяжело и, пожалуйста, вылечите. Вот для таких пациентов какие-то, я думаю, должны все-таки применяться санкции. Я правильно понимаю, что страх как-то лучше работает, чем какие-то поощрения? Вот в Москве очень такие богатые подарки дарили людям на пунктах вакцинации, разыгрывают крупные суммы денег, но как-то существенных подвижек вакцинации это не привезло только из страха вот больше. Ну это то, что я вижу. Ну первое, скорее всего, правильно, страх, да, он движет людьми, потому что только те, кто повидал на самом деле это все, они, конечно, колоссально меняют свое мнение и как-то своими глазами понимают вообще, и когда даже родственники им не могут передать того, как тяжела болезнь, да, как страшно, когда воздуха не хватает. Но с населением, я думаю, все-таки больше работают именно такого формата. Какие-то санкции, да, как мы говорили ранее, когда человек должен как-то за это все-таки материально нести ответственность. И вот люди, которые, в принципе, по опыту, да, медицины, которые заплатили за свое лечение сами, которые получили там, условно говоря, там имплант, да, какой-нибудь еще что-то, они к нему бережнее относятся, нежели те, кто по обычной программе госгарантии получает лечение. Они не выполняют рекомендации зачастую после выписки, не следуют никаким рекомендациям врача и надеются на то, что потом переделают. Артем, а скажите на примере вашего учреждения, краевой больницы, какова обстановка сейчас с коронавирусом? Пошла на спад четвертая волна или все по-прежнему? Также очень много тяжелобольных. Если мы берем в целом край, то, конечно, снижается в целом по региону немножко, там прям небольшое количество, это такие единицы, десятки пациентов меньше становится. Но если мы берем вот базовые госпитали, это краевая, ну, как пример, да, краевая больница, то у нас, как было, в среднем 600 человек одномоментно именно в базовом госпитале и примерно 110-120 человек в госпитале для лечения на Рокоссовском, так в среднем у нас каждый день и есть. То есть там плюс-минус несколько человек. Если у нас первые волны, да, обращаемость была 90-100 человек, это считалось пиковыми такими значениями, когда каждый день столько обращается пациентом за медпомощью, то сейчас мы расценим это как плата, потому что у нас уже больше месяца, каждый день 97-95 человек обращаемость. Ждете новый вирус, новый штамм? Есть какие-то расчеты, когда он к нам придет? Мы готовы? Новый штамм, ну, судя по предыдущим всем, это три недели в среднем, три-четыре недели. Три недели от Москвы? Да, да, да. Это среднее время, когда у нас тоже появляется все, что происходит на западе страны. Ну что ж, спасибо большое. Напомню зрителям, что у нас на связи был заместитель главного врача Красноярской краевой клинической больницы Артем Архипов. Ну вот, еще раз мы нашли подтверждение, эксперт наш подтвердил, что люди, вот страх самое лучшее, как говорится, ну не лекарство, как назвать, стимул. На самом деле, я думаю, что вряд ли кому-то хорошо стало там от слов Артема с точки зрения того, что 600 человек вот одномоментно лежат только при краевой больнице. Знаешь, когда это кто-то лежит, это всегда кто-то лежит, пока это не касается тебя. И плюс, если ежедневно получается там больше 90 случаев в день, ну о чем говорить? То есть в любом случае нужно соблюдать там меры личной гигиены, и все-таки, ну в любом случае выхода нет, надо идти прививаться. Интересно, а что еще мы можем сделать, чтобы, ну как-то противостоять и остановить, чтобы у нас не были заварены больницы одним ковидом? У нас еще много всяких других болезней, и у врачей много, я вас уверяю, других еще пациентов, не только ковидных, но они вынуждены заниматься вот больными с коронавирусом. Есть звонок в студию, добрый вечер. Здравствуйте. Алло, говорите. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Я хотела бы вот какого вопроса коснуться. Привившись, я взяла на себя риски, связанные с постфациональным синдромом, с чем-то там еще, да, отдаленные, возможно, риски никто толком не знает, что-то как, через какое-то значительное время только предполагается. Но, взяв на себя эти риски, я выхожу в общество в маске или в респираторе, выхожу в общество, которое меня не защищает этой же маской или респиратором. Выходит, что я с этого имею? Не умру, если заболею. Вы только подумайте. Я не умру, если заболею. А заболеть я могу, привившись, потому что обо мне не думают другие. Хоть кто-нибудь решит этот вопрос. Светлана, а вот что вы думаете о тех, кто, извиняюсь за... Кто о вас не думает, надо их штрафовать? Вот кто намеренно не прививается? И поможет ли это? Вы знаете, я бы сказала, вот наши люди, большинство. Понимаете, это особые условия. Поэтому я не могу сказать, да, я же человечный человек. Спасибо большое. Ну, приятно, что у нас есть люди сознательные. Неприятно, что есть несознательные. Есть еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана Николаевна. Слушаем вас. Ну, как вам сказать. Ну, вот я как бы не против прививки. Но у меня такой букет болезней, что я боюсь прививку. Вот в январе пойду к врачу, если скажут добро, то поставлю. Но штрафовать людей из-за того, что они отказались, это вообще я против этого. Я вот в пятницу сдала ПЦТ-тест на коронавирус. Не отрицательный. А уже время сколько прошло, а мне 58 лет. Так я езжу, хожу в маске по глаза везде. Снимаю ее только дома. И руки мою всегда антисептиком и всем прочим. И в октобус захожу, эти висят, я брызгаю на руки. Специально для нас висят. И я руки протираю тоже. Ну что ж, спасибо большое. Здоровья вам. Ну, вот такие, видишь, у нас звонки. Люди, в общем, думают об этом. И женщина готова поставить прививку, но опасается за свое здоровье, поскольку много побочных заболеваний. Но я думаю, что врач в любом случае скажет, что делать. Ну, по большому счету, нет же еще и методики выявления условного освобождения от вакцинации. Все это достаточно субъективно. Понятно, что если есть какие-то сложные хронические заболевания. То есть, которые никогда не сталкивались, и, естественно, всегда есть риски. У нас на связи еще один эксперт сегодняшнего эфира. Это Андрей Шалимов, социолог. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, скажите, пожалуйста, а что на кону, когда правительство решается на такие непопулярные меры? Как я имею в виду, вот в Австрии введение таких драконовских штрафов? На кону развитие самого государства. И государство действительно проверяет различные способы взаимодействия со своими людьми. И хорошо, что не на нас, допустим, в данный момент экспериментируют, а экспериментирует Австрия, допустим. А другие страны наблюдают и такие думают, о, у австрийцев не получилось. Или у австрийцев получится, и тогда они применят это у себя. Дело в том, что никто не знает в данный момент правильных ответов. Но самое главное, пандемии-то проходят, и эта пандемия пройдет. А права и свободы человека, они должны остаться. И в этом смысле любое посягательство на права и свободы человека – это очень важная вещь. Потому что государство очень неохотно потом уходит из таких сфер. И нам надо сейчас очень внимательно обществу следить за этим. То есть я, допустим, как человек, понимаю, что я за прививки, но против QR-кодов. Или против вот таких драконовских методов. Потому что на самом деле это нарушение базовых прав и свобод. Этого не должно происходить. Андрей, а как вы считаете, как все-таки наша страна и Красноярский край в частности справятся с вакцинацией? В конце концов, мы достигнем определенного пика потолка вакцинации. Пока этого пика не достигли, потому что у нас действительно по сравнению с западными странами темпы вакцинации были значительно ниже в определенный момент. Мы долго запрягали. Добежим, там произойдет действительно вот это вот, ну прям застопоривание. И вот в такой ситуации посмотрим, как наше государство будет реагировать. Будет ли вести себя как австрики, либо как-то по-другому. Ну, очень часто слышу такое мнение, что наши боятся, то есть нашим нужна там жесткая рука, наказание. Страшилки. Да, страшилки, что мы понимаем только вот метод страха. Все люди устроены одинаково. Работает просвещение. Но просвещение — это долгая штука. И если ты в течение последних 20 лет вкладываешься в оборонку, в агрессию и так далее, и не дофинансируешь образование, то ты получаешь вот этот результат. Результат того, что люди не понимают, что такое вакцина, не понимают, как она работает, как она там в организме действует и так далее. Они не понимают базовых вещей, которые в курсе биологии должны были быть заложены. И, соответственно, в таком случае мы получаем вот это сопротивление огромной массы людей, которых просто не доучили. Соответственно, в нашей стране и в любой стране надо вкладываться больше в образование, в том, чтобы происходил вот этот рост осознанности людей. И, кстати, многие страны, в которых именно такие вложения произошли, они значительно быстрее преодолели все сложности. Та же самая Швеция, она не вводила жесткого локдауна, но люди там соблюдали правила все, которые были ограничения, и маски, и перемещения в пространстве и так далее. То есть они сами это из осознанности делали. И потом достаточно высокие темпы вакцинации в этой стране произошли. То есть здесь вопрос в том, что нам надо развивать и вкладываться именно в то, что повышает качество человеческого капитала. Ну что ж, спасибо большое. Напомню зрителям Андрея Шалимова, социолог, был у нас на связи. Вот все сложно, в общем. Дело не только вот в этой инфекции, в вакцине, в нашем здоровье. А дело еще и в том, как мы умеем организовываться, договариваться, и насколько мы образованы и готовы понять, что происходит. Ты знаешь, у нас шквал сообщений в нашей группе ВКонтакте. Прочитаю некоторые. Что вообще такое творится? Мы стали уже и подопытными, свободы слова нет. Зажали со всех сторон, когда уже кончится терпение. Наука точно не знает, нужна ли противовирусная прививка. Вирус мутирует. Это не бактерия, как чума или оспа. Вирусно привитый якобы сам становится инкубатором распространителя мутации. Вдобавок самопривитый заболевает пачками, даже мрут. И зачем тогда она нужна? Но это вот о чем говорил Андрей. О том, что уровень нашей средней образованности, особенно со школьной скамьи, желает лучшего. Всемирный заговор фармацевтических компаний. Что тут еще интересного? Насколько я знаю, вирус до сих пор не выявлен, несмотря на большую премию за его выделение. Отчего же тогда колят? То есть вот наша группа просто завалена антипрививочниками. И я думаю, что это будет еще происходить не один месяц и не один год. И вот повторю, достаточно много в этом агрессии. Потому что, ну опять же, это может быть в ответ на давление. Ты знаешь, я вот всегда смотрю на девочек в Инстаграме, которые там разные филеры, там себе там разные части тела колят. При этом у людей без медицинского образования. Но вот почему-то для вот этих же прекрасных фей из Бомбея почему-то вот вакцина является там жижей невероятной и супервредной. Как это происходит? Для меня всегда вот загадка, когда говорят, ну я еще посмотрю, там надо проанализировать. Я думаю, что анализировать? У человека 8 классов образования? Я сейчас никого не хочу обидеть. И 10 уколов ботокса. Нет, но ты же не микробиолог, там не инфекционист. Как ты проанализируешь? Ты в данном случае можешь либо доверять специалистам, читать какую-то специальную литературу. Есть в конце концов медицинские какие-то издания, где можно посмотреть и поверить каким-то светилам. Я просто другого выхода не вижу. Ты знаешь, я вот вспомнил, как у нас проходила биология в школе там в 90-е. Нам просто выдавали учебник, типа конспектируйте параграф, сейчас приду проверю. Директор школы вела, поэтому было сильно не до этого. Я думаю, что биология и химия плюс-минус у многих так происходило. Хотя химия у меня была по топу преподаватель. Ну что ж, да, соглашусь, тоже любила химию. Мы прервемся ненадолго. Не переключайтесь, ждем вас в эфире по номеру 200-00-65. Продолжается прямой эфир на ТВК. Напомню, сегодня обсуждаем, нужно ли штрафовать людей за отказ от вакцинации в России, как это делают, например, в Европе. Такие законопроекты уже всерьез обсуждают в Австрии, Германии и Греции. Есть звонок в нашу студию. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я на пенсии, я, знаете, хочу что сказать. Вот мы не против вакцинации. Мы люди, жившие в советское время, всегда вакцинировались. Каждый постоянно, как говорится, принимали эти вакцины. И никто не говорил нам, чтобы все это принудительно было. Мы против принудительной вакцинации. Раз. Мы против вот этих вот зверских методов фашистских QR-кодов. И вот перед нами сейчас выступал товарищ Шалимов. Ну просто, вы знаете, вот как-то оскорбление какое-то до сердца достало. Все такие тупые, все такие незнающие, все там учились, непонятно как. Мы учились по советским учебникам. Нормальные, грамотные учебники учителя были, учили нас. И отлично заканчивали институты и техникумы, и школы. А вот этот товарищ Шалимов, видимо, учился дистанционно. Поэтому он так вот нас всех под одну гребенку судит. Не надо так судить. Мы не против вакцинации, мы против принудительной вакцинации. Еще раз повторяю, у нас нет доверия к нашему правительству. Потому что вот эти вот зверские методы уже до такой степени озлобили людей. Ну нельзя так, мы люди. Вы идите нам навстречу, вы соберите круглый стол. Вы сделайте там какую-то конференцию, чтобы все ученые были и за, и против. Все это по телевидению освещали. Чтобы люди информацией владели. Ну не так захотел, QR-код на автобус сделал. Ну это просто нарушение наших прав человеческих. Нормально, если бы правительство к человечеству относилось, и мы бы вакцинировались нормально. А люди наоборот. Спасибо большое за комментарии. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Игорь. Я тоже как раз хотел сказать по поводу того, что не нужно вводить так резко все это, то есть ограничения такие. Ну поскольку к чему это все приведет, опять же, просто получится какая-то, ну, большая тюрьма, образно говоря. Люди у нас многие несостоятельные, очень за гранью бедности. Раз, не привьется там, а штрафует два. Ну что, садить в тюрьму, потом чем это все дальше закончится. Ну а вообще, то есть, почему вот сейчас такое отношение именно к прививкам? И действительно, они люди не потому, что там кто-то, вот вы так тоже всегда говорите так резко, что вот прям какие-то люди глуповаты, что вот прям не хотят прививаться, вот то-то, то-то. А ведь альтернативных-то никаких, ну, речей, вы заметите, что то есть и в вашем канале так же, то есть ничего, просто кругом, то есть говорится всегда только одно. Все, кто не привьются, то есть как бы там чуть ли не смеют, там пятое-десятое, образно говоря, то есть как бы нет никакой. И есть достаточно грамотные врачи, и профессор Личко, то есть как бы он действующий, то есть профессор, он говорит об этом, он говорит о вакцинах, что и как. Вот, в частности, не только он, много иностранных, ну, с научными степенями докторов заслуженных. Есть такой даже Зеленко, вот доктор, он сам американец, еврей, ну, фамилия вот у него такая, то есть, ну, это как бы это самое. Он Трампа вот от ковида лечил, у него даже министр здравоохранения Израиля вылечился, то есть как бы он тоже говорит многие вещи, но этих людей никто не слушает. Действительно нужно какие-то круглые столы собрать, чтобы они говорят грамотно, у них целая команда работает. Понятно, вот спасибо большое за ваш комментарий, к сожалению, у нас ситуация в мире такая, что нет времени, видимо, на круглые столы, чтобы еще их обсуждать настолько публично, хотя, безусловно, ну, вот я в чем-то, конечно, хотел бы согласиться. Спасибо большое за комментарий, нет времени не на это, а у нас в эфире тоже время, к сожалению, заканчивается, поэтому, ну, вывод какой? Ну, понимаешь, до сих пор нет общей повестки, что вот эти 600 человек, которые лежат только в краевой больнице, их же кто-то обслуживает, на них тратятся государственные деньги на этих больных, то есть, очень много задействовано врачей младшего состава. И денег из бюджета? И денег из бюджета. И, в принципе, я согласен с представителем краевой больницы, что если ты не привык и попадаешь, вот, там, я не знаю, там, в реанимацию или еще куда-то на ЭВЛ из-за ковида, то будь добр, если тебя спасли, рассчитывайся сам за спасение своей жизни. А клятва Гиппократа, Дима. В общем, что хочу сказать, вопросов у нас больше, чем ответов по-прежнему, мы понимаем, что время сложное, но, как мы видим, и правительство других стран не может найти какого-то однозначного решения, удобного для всех, но в такое время живем. Да, и я думаю, что эта песня будет продолжаться не один год, поэтому решать только вам, прививаться или нет. Спасибо большое, что были с нами этот час. Для вас сработали Ольга Тепляшина и Дмитрий Усков. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»